Всем привет! Всем привет! Ну что, мы сегодня проснулись где? Где? В Турции! В солнечной Турции! Да, сегодня мы уже как второй день находимся в Турции. Наконец-то закончилась пандемия. Ну как закончилась? Некоторые страны сняли ограничения, и это была Турция, и мы этим сразу же воспользовались. И вот мы находимся на таком прекраснейшем берегу, у очень теплого моря. Ну что ж, покажем вам небольшую экскурсию здесь по отелю, где мы находимся. Он очень зеленый, очень красивый. И посмотрим, как же здесь люди подготовились встретить людей после такого долгого ожидания. Да? Да, пойдем. Немножко сразу скажем, как здесь в отеле все подготовлено. Практически на каждом углу стоят санитайзеры, обрабатывали, чтобы люди руки. Что там у нас еще? Много всего стоит. Ну для начала, как только ты приезжаешь в отель, твою машину, в которую ты приехал, обрабатывают специальным дезинфектором. Тебя встречают на ресепшене все в масках. Выдают бесплатные маски туристам и гостям отеля, чтобы они защитили себя и окружающих. Как Валера сказал уже, санитайзер находится на каждом углу. Сейчас мы покажем, как он выглядит. Также обрабатываются все лежаки. Постоянно ходят люди, которые дезинфектором обрабатывают. Что еще? Расстояние очень большое между лежаками. Да, расстояние, как вы видите, тоже выдержано, достаточно полечное. Все-таки пока не очень много людей в отеле. Да, народу, в принципе, вот сейчас уже у нас 9 утра. Как вы видите, ну все еще сейчас на завтраке. Наверное, действительно, ну есть люди, а не на завтраке. Пляж практически пустой. Люди подготавливают, сейчас начнут вон сюда подходить все. Бары заполняются всякой там водой, пивом. А, на всех барах, во всех ресторанах стоит стеклянное заграждение. И практически везде тебя обслуживают официанты. То есть, у тебя нет необходимости подходить, например, куда-то. Да, вот пример того, о чем мы говорим. Вот такие вот везде заграждения. Да, через них вы разговариваете с людьми, вот, санитайзеры. Сразу обрабатываете себе руки. В этом отеле также очень удобно сделаны скриншоты везде, около каждого ресторана. Ты можешь с телефоном считать его, QR-код и увидеть меню. То есть, тебе нет необходимости трогать бумажное. Да, то есть, не надо никакого бумажного меню, никто не приносит. Просто через QR-код, через приложение вы загружаете себе меню, выбираете, просто говорите официанту. И он приносит, что вам угодно. Да, все вам приносит. Да, и также, ну, ресторан, где все включено. Сейчас мы вам попробуем показать, конечно, если получится. Как там все сделано. Тоже раньше люди подходили просто с тарелками, сами себе накладывали все. Сейчас такого уже нет. Сейчас там такое же ограждение, плюс обтянута красной ленточкой. Из-за нее вы заходить не можете. И стоят специально обученные люди, которые вам все это будут накладывать. Вот опять, видите же, вот эти санитайзеры. Ну что, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, мы решили остановиться в отеле Voyage Sargur. Он состоит из главного корпуса и большого количества бунду. Мы поселились в бунду. На наш взгляд, это более комфортно, потому что не надо ходить перед всеми не совсем одетыми. Также территория очень зеленая. Вся в вековых соснах. В другом Вагенвилье, в юге, другие различные растения. Да, очень зеленый такой отель. Даже говорят, что когда типа этого отеля строили на территории, это как-то поведник, да, или что здесь, типа такого. А даже ни одно дерево не срубили. А наоборот, еще типа засаждали деревьями. И все дорожки делались в обход, чтобы не выкорщевывать, не рубить деревья. Ну, что с практической точки зрения, то я вам могу сказать, что даже в жару, даже днем, когда на улице около 40 градусов, и очень жарко, ты идешь всегда в кружевной тени к своему номеру. И это довольно комфортно. Ну да, тут в тени много. Вот пальмы такие шикарные. Да, еще тут практически возле каждой бунгл, ну, они как-то так территориально размещены, и у каждого бунгл практически свой бассейн. Ну, не у каждого, а у 50-50 бунгл небольшие бассейны. Есть большой центральный бассейн, там проходят всякие мероприятия, там акваэробика, плюс там есть небольшого аквапарка, ну, развлекаться для детей. Ну, хотя я видел вчера, там взрослые развлекались. Короче, развлечение для любой вкус. Кстати, мы проходим за нашей спиной один из ресторанов полякарта. Здесь их несколько, китайский ресторан, японский кухня, итальянский, греческий и стейкхаус для любителей мяса. Ну что, сейчас зайдем. центральный корпус. Приятная прохлада встречает у вас, как только вы входите в плавную станцию корпуса. Ну что ж, вот мы заходим в ресторан. Соник Тайзер обязательно, да. Я подбору руки помою. Ну что ж, и вот наш обещанный ресторан. Сейчас вы увидите, как это все выглядит. Вот видите, все ограждено и люди вам накладывают. Вы выбираете. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, хочу заметить, весь персонал очень приветливый, все улыбаются, никто косо не смотрит, то есть очень приятно здесь находиться. Ну, как вы видите, выбор вполне себе не маленький, многие говорят, что шведский стол стал очень скудным, я бы не сказал. Ну что ж, мы сейчас позавтракаем и пойдем купаться. Как вы заметили, не так уж и много народу. Кстати, после того, как люди здесь покушают, официанты сразу убирают столы, опрыскивают их всеми дезинфекторами. Вот мы и позавтракали, приобрели средство защиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...